Добрый утро, дорогие друзья. Итак, у нас с вами сегодня 17-я Томуза, день траура, пост. Сегодня начинаются три недели, которые считаются меж теснин, опасными тремя недели, траурными три недели. Но говорят наши мудрецы, что с прихода в Машех эти три недели станут самими праздничными в году. Все зависит от того, как к этому подходить. Наша недельная глава Пинхас, это уникальная глава, которая рассказывает, именно начинается она всегда и попадает вот на эти траурные дни. И поэтому в ней рассказывается о будущих праздниках, о многом хорошем. И о самом главном, она рассказывается о реинкарнации. Здесь мы узнаем вообще фантастические вещи. Давайте быстро-быстро попробую один-единственный эпизод рассказать. Итак, мы помним в книге Брешит, когда Шхем такой был, сын Хамора, изнасиловал дочь Якова Дину и затем взял ее в жены. Но для этого сделали все жители Шхемы обрезание. Потом пришли сыновья, возмущенные Якова, убили 24, запоминаем, тысячи жителей этого города. Рассказывает нам Медраж, что когда Шхем отказался перед Небесным судом, он сказал, так я уже сделал обрезание. Да, я виноват, да, я преступник, но я сделал обрезание, я чистый человек, я еврей, дайте мне еще один шанс. И, и, что произошло дальше, в главе Балах, которая закончилась только что, рассказывается, как жители Медьяна посылают своих дочерей в лагерь евреев, чтобы соблазнить их и тем самым лишить их помощи Бога. Из всех глав израильских колен соблазнился лишь Зимри Бен Салуа, глава колена Шимона. Таким образом, возможность исправления вот Зимри, он же реинкарнация, он переродившийся написанным Каббла Шхем, была упущена. И, что еще, в наказание за разврат эпидемия унесла 24 тысячи жителей колена Шимона. То есть, эти люди переродились, убитые в Шхеме, стали в колене Шимона и, к сожалению, не исправили ничего и опять ушли из этого мира. Наступает третий этап. Душе Шхема, который в свое время сделал обрезание, чтобы попытаться породниться с семьей Якова после преступления, дается еще одна возможность. И об этом рассказывает Каббала. Рождается рабе Акива, самый знаменитый, который мы сегодня знаем, человек. Его мать из колена Шимона, естественно. Отец его, перешедший в Удаю. Душа раба Акива, это реинкарнация вот этого Шхема, а также Зимри. Он учит Тору в течение 12 лет. Потом еще продолжает 12. И возвращается домой, с ним приходят 24 тысячи учеников. Проходят годы, Рахель кидает этот мир. И римский правитель пытается через свою жену соблазнить рабе Акиву. Руфина, его жена, пыталась его соблазнить. Он устоял перед этим. Потом уже впоследствии он на ней женился. Она прошла Гиур, женился на ней. И что произошло? Это оказывается, это, как я показываю, как все замкнуто, это все в этом мире. Вот это Руфина, это реинкарнация Дины. Вот изнасилован Дины. А потом принцесса Косби, которая вызвала Моров в стане Израиля. И таким образом, вот Ратя Акива исправил все, что произошло. Первый раз в течение 24 лет, оставив свой дом вдали от Рахель, он учит Тору и становится величайшим мудрецом поколения. Второй раз, будучи вдовцом, устоял перед необыкновенной красотой правителя Иудеи Руфины. И впоследствии она стала, совершив Гиур, стала его женой. Если мы помним, это удалось только ему, потому что 24 тысячи учеников Раби Акива погибли во время эпидемии. Что нам рассказывает все это? Нам рассказали в этой недельной главе, которая начинается в самые траурные дни, когда у людей настроение такое, и воздух даже такой, знаете, все напряженное. Написывается меж теснин, очень тяжелые дни. И тем не менее, нам рассказывается главное. Человек никогда ничего не бывает потеряно у него. Человек всегда может исправить даже самые страшные вещи. Человеку надо настраиваться на другое. Я вам открою один большой секрет. Вот 9-го Ава, от 17-го Томуза до 9-го Ава, сейчас вот эти 3 недели, 9-го Ава завершается. Это самый такой траурный день. Сегодня, вы знаете, с чем связан траур? С тем, что пробили стены Иерусалима, началась осада, и она приведет к гибели Иерусалима, разрушению храма. Все это понятно. Но мы с вами уже родились, когда храма не было. И поэтому для нас важно изучать то, что было, но с оптимизмом смотреть в будущее. Я не в состоянии, например, сильно оскорбить 9-го Ава. Потому что я считаю, я вообще не сильно люблю траурные мероприятия, я не люблю все эти ядвашемы и другое, при всем моем уважении к ним. Я хочу все время смотреть вперед. Я не знаю, как это объяснить. Мне хочется смотреть в будущее, а не все время жить в прошлом. Поэтому мне вот, я соблюдаю пост, как положено, но я не могу найти в себе вот такую печаль 9-го Ава. Я наоборот, мы строим, мы что-то делаем, что-то строим. И я когда-то разговаривал с Исааком Рамчем Коганом, выдающимся раввином в Москве. Я сказал ему, слушай, я 9-го Ава как-то не очень. Он говорит, я тоже, потому что если ты строишь весь год, чего тебе плакать? А если ты год ничего не делаешь, то, конечно, надо плакать. Давайте что-то делать для того, чтобы приближать новый храм, а не сидеть просто плакать. И тем не менее, сейчас 3 недели, 3 недели есть законы, этих 3 недель их никто не отменял. Поэтому, что хочется сказать. Все, вот я рассказал специально короткую историю, такой полусказочную, чтобы мы понимали, ничто не потеряно, на все есть возможности исправить. Главное, лучше это сделать в этом мире, ну, в крайнем случае, иначе. Брахавая от лоха, хорошей недели. И легкого поста.